Сегодня мы начинаем цикл видео по разборке, дефектовке, ремонту и в конце концов модернизации Приводных мостов с мотоцикла Днепр, МТ-16, МТ-12 То есть мы будем, сначала мы пойдем по простому пути Возьмем вот этот мост, разберем его, заменим подшипники на аналогичные, но импортные, надежные Заменим все сальники, отрегулируем зазоры как положено все То есть мы просто его отремонтируем Но в следующих видео мы будем модернизировать данный мост Что значит модернизировать? Это значит, что возможно мы заменим планетанку с мостовиком на более доступную для нас Как это возможно сделать, вы увидите в этих видео Может быть когда-нибудь сделаем блокировку, не знаю, я не вижу в этом смысла, но возможно сделаем Так что погнали Для начала нам необходимо этот мост разобрать Итак, начинаем потихоньку разобрать его Этот мост купил бэушным Мне самому интересно, в каком он состоянии Так вроде бы он работает При вращении Но в каком состоянии там шестеренки, никто не знает Сейчас разберу, посмотрим Тут трезьба сорвана Открутил я наконец-то эту сорванную гаечку Теперь снимаем крышку Смотрим, что же там у нас внутри Мне самое интересное В каком состоянии Так, здесь Здесь мы видим Что мы видим Прокладка на месте, при том еще родная, похоже Крышка в порядке Здесь мы тоже будем менять подшипник Потому что Если этот подшипник изношен, то Сальники здесь не держат Их подбом нужно будет менять Откладываем пока в сторонку это все Теперь снимаем вот эту вот Выходную шестерню Вот она очень легко так снимается Но я сейчас промаркирую Просто я привык маркировать детали Во время съемки Вообще ее можно по-любому ставить В любом положении Ну Я обычно вот так Маркирую маркером Как что стояло Все Выходную шестерню мы демонтировали Интересно Тут выходная шестерня внутри Зубьями Для чего тут зубья А ну-ка У меня есть еще одна такая же шестерня Сейчас посмотрим Может это Моста с блокировкой Вот у меня есть еще одна шестерня Видите такая же шестерня Выходная Но у нее профиль зубов вроде бы Немного отличается И у нее внутри видите шестерен нету Шестерен Похоже что это с приводного моста Выходная шестерня Так у меня еще одна есть Так у меня еще одна есть здесь Вот еще одна выходная шестерня Здесь профиль зуба Такой же Видите Здесь тоже нет шестеренов То есть скорее всего Это с приводного моста Выходная шестерня Судя по фоткам Вот я нашел Это действительно Выходная шестерня С внутренними шлицами Она используется В приводных мостах То есть она вот так одевается И сначала одевается Вот такая вот муфта Включения блокировки Вот как на картинке видите Под номером 2 Вот сюда Потом одевается Вот эта выходная шестерня Со шлицами И с помощью рычажка Включается или выключается блокировка Все Теперь снимаем промежуточный корпус Вот он В моем случае Очень легко снялся Вот он какой Кстати Тоже желательно Наметить Как он стоял Медных шайбочек С помощью именно этих шайбочек И регулируется Зазор между Хвостовиком и планетаркой Вот эти шайбочки Вот тут внутри стоят В промежуточном корпусе Прокладка Пришла в негодность Ну по-любому Все прокладки Буду менять Так Здесь все в порядке По крайней мере Так визуально Все выглядит хорошо В этом мосту Сателлиты В хорошем состоянии Тут написано Вот чего-то 40 здесь Не знаю Что это значит А здесь Показана стрелочка Вниз Посыпались ролики У нас Так Как видим Планетарка в идеальном состоянии Вот Хвостовик тоже В идеальном состоянии То есть Мост в хорошем состоянии Мне нравится Только нужно Заменить все Прокладочки Проверить количество Роликов И протянуть Болты Вот эти вот Крепящие Нашу планетарку Вот Такой вот мост Мне попался И Нужно будет Заменить Вот эти две шпильки На них Резьба сорвана Здесь В корпусе Тоже проверить Резьбу По-моему Здесь тоже Сорвана Резьба Возможно Нарезать На больший Диаметр Итак Разобрали мы мост И извлекли Полностью Планетарку Вот С сателлитами Сбори Вот она у нас Собрана Пока мы ее Отложим в сторону Разобрал Помыл я Корпус моста Достала Роликовые подшипники Здесь используются Роликовые подшипники Двух типов Вот это Роликовые подшипники Используются Четыре на шестнадцать Миллиметров Их всего должно Быть девяносто штук Вот у меня получилось Ровно девяносто штук Очень удобно Складывать спичечную коробочку В одном ряде Пятнадцать штучек Соответственно Тут получается Шесть рядов Девяносто штук И Это подшипники Используются Они Ставятся Вот сюда В два ряда На ступицу И Второй вид Роликовых подшипников Это вот Шесть с половиной На шесть с половиной Миллиметров Их должно быть Двадцать девять штук Вот их Двадцать девять штук Тоже ровно То есть В этом Мост был хороший Видно что он Практически новый Четко Соответствует Количество Шариков Роликовых подшипников Количество Установленных Завода И Вот эти Роликовые подшипники Шесть с половиной На шесть с половиной Миллиметров Ставятся Вот сюда Вот в эту Убой